Для такого опытного, как ты, меня сегодня будут особой задарить. Лучше убей. Ладно. Стримать давай! Да кто ты такой? На обуви не ходил, что ли, в школе? Погиб! Похлоплик, кто знает, что такое помолочное кольцо? Так, не все знают, не все знают. Я, кстати, тоже изначально не знал. Это не путать с обручальным кольцом. Оказывается, разные кольца. Сам в шоке был. Сколько колец покупать надо? Ты что там удумала? У вас синька есть какой-то? Мы что, на вулкан пойдем или чего? И скажите, женщины, девушки, девочки, должно ли помолочное кольцо быть красивым? Да. Да! Ты что удумал-то? Да. Но при этом проблема в том, что мужчины понятия не имеют, что такое красивое кольцо. Ты приходишь в магазин, тебе выкладывают и такой, ух, не одно. А с черепом есть какой-то? По традиции, помолочное кольцо должно быть обязательно с золотым и с бриллиантом. Не серебряное сыр, спаси и сохрани. Бог вас не спасет, уверяю. И во всей этой процедуре ноль приколов для мужчин. Ноль. Ты не знаешь, что выбрать. Нет ни одного даже адекватного, логичного, нормального способа узнать размер безымянного пальца. Это сюрприз. Это должен быть сюрприз. Нельзя прожить женщиной, подойти к ней и сказать, дорогая, какой у тебя размер безымянного пальца? На срасок. А тебе зачем? Для одной тюлки. Не суть. Все советы, что я читал полная чушь. Такой бегает, возьмите кольцо с другого пальца, придите в магазин, покажите, вам помогут. Вы там продавцов вообще за кого держите? Что там физики какие-то работают? Что это за задача сдано? Что ты приходишь в магазин, они такие, какой размер? Вот это со среднего. Рост метр шестьдесят пять, вес сорок восемь килограмм, сиськи два с половиной, двадцать ден. Все, что знал, сказал. Рассчитывайте. Как? Как узнать? Нельзя во время секса сказать, дорогая, засунь мне безымянный палец прямо в жопу. Мышечная память великолепная. Что ты приходишь в магазин, они такие, какой размер такой? Ну и есть один способ. Возьмите вот эти два кольца, идем в примерочную. На каждый кошелек можно найти кольцо, там цены абсолютно разные. Я беру кольцо за миллион рублей и думаю, блин, а как вообще подарить кольцо за миллион рублей, удержаться и не сказать, что оно стоит миллион рублей? В какой момент ты сломаешься? Что делаешь предложение, даришь кольцо, он такой, ой, какое красивое. Побольше эпитетов. Какое красивое. Это я спрашиваю, какое. Там эпитеты должны быть, по-моему, не в адрес кольца, а в адрес мужчины, который дарит такое кольцо. Она в моменте вообще в губерниево должна превращаться. Она берет это кольцо и такая, о боже, какой мужчина. Это не мужчина, это гордость страны. И после всего этого, оказывается, она может сказать нет. Вы знали? Это официальное, легальное правило. Она такая нет и продолжает есть креветки. Я понимаю, почему некоторые мужчины делают предложения в романтических местах. Это на горе. Далекий-далекий остров. Удобно, удобно. Воздушный шар. На воздушном шаре она не скажет нет. Она будет говорить нет. Маме привет. Поэтому я считаю, что кольцо должно быть любым. Не обязательно красивым, любым. Любое подойдет, потому что это всего лишь символ. Это называется предложение, потому что там совсем еще целый пакет услуг. Сударишь кольцо. И по сути, вместе с этим говоришь, теперь твои проблемы, мои проблемы. Мои деньги, твои деньги. Мои друзья идут. Вот чем все заканчивается. Люди такие, кольцо некрасивое. Да? Продолжение вообще не на колени, мне кажется, надо делать. Просто стоять так перед ней. Кольцо внутри. Я тренировался. Да, я понимаю, почему многие женщины хотят стать невестой. Это круто. Реально, один из самых романтических периодов каждой женщины быть невестой. Много классных эпитетов про невесту. Красивая, как невеста. Чистая невеста. А мужчина? Жених. Эпитетов ноль. Одни частицы. Ну, жених. Вот жених. Я на похоронах был, там деда хороет, он в гробу в костюме лежит, и тот там кто-то ляпнул. Вот это жених. Работницы птицефабрики. Мужики, может поможете? Попу на вас. Мечтают свить гнездо за границей. Правда, что ты в Америку рожать поедешь. Поеду. А деньги откуда? У тебя возьму. А у меня откуда? Смогут ли женщины с яйцами осуществить ту самую неамериканскую мечту? Выпустите меня, выпустите! Кто-нибудь помогите! Лучше? Я все уже. Мне нравится уже. Бэйби Тур. 17 июля. 8 вечера. Премьера на ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok